Фиона Валпи 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 Я отхлебываю свой чай и с удивлением обнаруживаю, что он освежает. Затем обращаю внимание на маленький сверток, развязываю скрученные ленты и снимаю обертку, открывая золотистые бисквитные пирожные с миндалем, который блестит под медовым сиропом. Спасибо за сладости, это действительно очень любезно с твоей стороны. Благодарю я и протягиваю ей коробку, а также тщательно выглаженную льняную салфетку, которую Алия принесла вместе с чайным подносом. Я вижу, что Мэй очень старается не поморщиться, когда замечает состояние моих рук. Моя грубая морщинистая кожа и неровно обгрызенные кутикулы резко контрастируют с ее изящным маникюром. Мэй права, маленькие пирожные просто восхитительны, хотя из-за жары у меня нет никакого аппетита. Она продолжает свой рассказ, описывая социальную программу в зарубежном клубе, где проводят свое свободное время все иммигранты, играют в теннис, плавают и общаются. Завтра вечером там намечается коктейльная вечеринка, устроенная компанией Тома, чтобы поприветствовать нас. Все так добры к нам, хотя мысль о том, что мой муж будет находиться в помещении, в котором предполагается огромное количество выпивки, да еще в присутствии своих новых коллег и их партнеров, наполняет меня ужасом. Надеюсь, на публике Том сможет побороть свое пагубное пристрастие и будет оценен людьми, от которых зависит его карьера. А мне, как обычно, просто придется сохранять бдительность. Не обращая внимания на мою озабоченность, Мэй продолжает болтать без умолку. На следующей неделе я с несколькими девушками организую обед в клубе. И позвоню тебе договориться о подходящем утре, чтобы показать тебе все вокруг. Она бросает на меня оценивающий взгляд, возможно, понимая, что мой вежливый энтузиазм немного натянут. Не беспокойся, переезд всегда вызывает стресс. Конечно, требуется несколько недель, чтобы адаптироваться. Мы все через это прошли, но ты скоро освоишься. По большому счету, касса – неплохое место. Я искренне благодарна ей за то, что она такая приветливая, но она не дура и, вероятно, чувствует мою рассеянность. Непреодолимое желание вымыть руки нарастает во мне по мере того, как я обдумываю перспективу посещения всех этих мероприятий. Я знаю, что это иррационально. Знаю, что это реакция на чувство тревоги и потери контроля. Но это непреодолимый рефлекс, и ему легче поддаться, чем бороться с ним. Мне также не терпится подняться наверх, в детскую, чтобы закончить распаковывать игрушки и одежду Грейс. На верхнем этаже дома, в этом мирном пространстве, мне спокойнее. И хотелось бы находиться там, когда моя маленькая дочь проснется после утреннего сна, чтобы она не была одна в этом странном новом доме. Вполуха, слушая Мэй, рассказывающую о книжном клубе и других предлагаемых группах по интересам, я представляю, как улыбается Грейс, увидев меня, как я обнимаю ее, и мое сердце наполняется радостью от ее радостного смеха. Однако, когда Мэй упоминает о ремесленном клубе, я снова включаюсь в беседу. А они занимаются квилтингом. Интересуюсь я. Стежка, выстегивание, подбивка. Английский. Объединяет в изделиях несколько техник. Лоскутную вышивку, различную стежку, аппликацию. У меня есть идея, которую очень хочется реализовать, но я никогда ничем подобным не занималась. По-моему, есть что-то в таком роде, говорит Мэй. Лично я безнадежна в подобных вопросах. У меня руки-крюки, и совершенно нет терпения для занятия рукоделием в любой форме. Но я прослежу, чтобы на нашем обеде была Кейт. Она искусная мастерица, так что сможет рассказать обо всем подробнее. Было бы здорово. А где можно купить ткань и нитки? Ой, ты действительно спрашиваешь не ту женщину. Полагаю, ларек с подобным товаром можно найти в квартале Хабус. Квартал Хабус, или Новая Медина, построен французами в 1930-х годах. Я поинтересуюсь. Из-за ставен доносится призыв к молитве, резонирующей в жарком утреннем воздухе. Мэй вытирает остатки меда с пальцев и смотрит на часы. Что ж, мне пора. Нужно успеть кое-что купить до закрытия магазинов. И у тебя, думаю, немало дел. Не хочу тебя отвлекать. Она одаривает меня доброй улыбкой и обнимает, когда я провожаю ее в сияние света и тепла. Во французском «Новель-Виль» улицы представляют собой широкие бульвары, где вездесущие финиковые пальмы изредка перемежаются платанами, ветви которых в это время дня отбрасывают на тротуар концентрированные пятна густой тени. «Новель-Виль» – новый город, французский. В рамках французского протектората, учрежденного в 1912 году, был разработан радиоцентрический план Касабланки, разделивший город на Виль-Андижон, где будут жить марокканцы, и Виль-Новель для европейцев. Но по мере продвижения к океану улицы сужаются, а здание становится ниже, втягивая вас в запутанное сердце Медины, старого арабского квартала. За ним раскинулись доки, откуда из кабинета Тома открывается вид на один из крупнейших морских портов африканского континента. Муж контролирует движение судов компании и следит за погрузкой и выгрузкой скоблящих небо штабелей контейнеров. «Я понимаю, что у нас будет время изучить все это позже, как только этот безжалостный беспокойный ветер снова утихнет». А пока я на прощание машу Мэй и поднимаюсь по лестнице на верхний этаж дома. Смываю с рук липкие следы пирожных и дважды тщательно протираю их, прежде чем войти в комнату Грейс. Стоя у окна, наблюдаю за тремя горлицами, которые, похоже, считают эти черепицы своими владениями. Они взъерошивают перья и дружелюбно воркуют друг с другом. За шифером просматривается тянущаяся до самого моря беспорядочная вереница плоских крыш. Минареты мечетей взмывают над ними в бесконечную синеву североафриканского неба. «Мы приехали сюда, чтобы начать все сначала. Но вместо надежды я чувствую пустоту. Это город, расположенный на краю океана разбитых мечтаний, обветшалый и продуваемый всеми ветрами. Его некогда прекрасные улицы теперь выглядят убого. Голливудский гламур времен Богорта и Бергман давно исчез. Теперь от него остались лишь далекие воспоминания. Этот город кажется мне концом света». Зои 2010. У каждого дома свой собственный лексикон. По ночам, когда город снаружи наконец замолкает на несколько коротких часов, а темнота тяжелая, как бархат окутывает крыши, наш новый дом на бульваре Уазо бормочет и вздыхает сам по себе. Я лежу без сна, вслушиваясь, пытаясь расшифровать этот новый язык скрипов и щелчков. Возможно, через месяц или два привычка заставит звуки отойти на задний план, но сейчас я внимательно прислушиваюсь к каждому. На кровати рядом со мной крепко спит Том. Мои мысли все еще гудят после коктейльной вечеринки в клубе. Бесчисленные разговоры и множество новых знакомств усилили мою обычную тревожность из-за пребывания в социуме. Для меня это всегда тяжелое испытание. А еще требовалось быть настороже, чтобы Том не перебрал с алкоголем и не достиг той точки, когда он из-за очаровательного и экспансивного мужчины превращается в беспомощного идиота с заплетающимся языком, натыкающегося на окружающих. Это мероприятие было весьма изнурительным, и сейчас я чувствую сильную усталость и одновременно слишком взвинчена, чтобы уснуть. Теперь, когда все закончилось, думаю, можно сказать, что вечеринка удалась. У нас получилось изобразить целеустремленную молодую пару, взволнованную новыми возможностями, которые сулит это назначение. Том оправдал ожидания и хорошо справился со своей ролью. Его босс казался довольным, излучал одобрение, когда смотрел на меня, стоявшую рядом с мужем. Должно быть, я выглядела как самая настоящая корпоративная жена, хотя на самом деле все время активно сопротивлялась желанию убежать в ванную, чтобы снова и снова мыть руки. Том слегка шевелится, но не просыпается. Расстояние между нами – это широкий океан, который никто из нас не осмеливается пересечь. Я слышу его спокойное дыхание и завидую его забытию. Я знаю, что он много работает на своей новой должности и каждый день возвращается из офиса сильно уставшим. Но порой входит в дверь оживленным больше обычного, и я чувствую исходящий от него мускусный запах виски. Половицы в комнате над нами, в спальне Грейс, время от времени ритмично потрескивают. Это дерево сжимается в прохладе ночи. Я вспоминаю, что завтра нужно найти молоток и попробовать что-то придумать с расшатанной доской, скрытой берберским ковром посреди детской. Она громко скрипит, когда я наступаю на нее. А мне очень не хочется тревожить сон Грейс. В какой-то момент, убаюканная ритмом дыхания мужа, я наконец погружаюсь в глубокий сон. Когда же песня «Моэт Зинов» будет меня, я обнаруживаю, что кровать рядом со мной пуста. Том любит бегать, и лучшее время на рассвете. До того, как станет слишком жарко, и он погрузится в работу. И действительно, завязывая пояс своего шелкового халата, я замечаю, что под стулом, стоящим с его стороны кровати, нет кроссовок. Он вернется, чтобы смыть пот, надеть рубашку и галстук, и быстро позавтракать, перед тем, как отправляться в свой офис в доках. А я тем временем пойду и разбужу Грейс. Вытащу ее из кроватки и покрою ее улыбающееся личико поцелуями. Так начнется очередной день. Как только Том уходит, меня охватывает беспокойство, подпитываемое двумя чашками крепкого кофе, который я выпила после утреннего перекуса, состоявшего из фруктов и йогурта. Потом я пристегиваю детский слинг, одно из древнейших приспособлений для ношения маленького ребенка. Иногда называют бэби-слингом или лоскутным держателем. Убеждаюсь, что зажимы надежно закреплены и отправляюсь на прогулку. У меня нет четкого представления о том, куда пойти, но мои ноги, привычно огибая стены Медины, поворачивают к океану. Сегодня, после нескольких дней непрекращающихся, изматывающих нервы порывов, ветер стих, принеся долгожданной тень.